Я разрешаю это видео выложить в общий открытый доступ. Открытый доступ. Так? Да. Открытый доступ. Здорово, пожалуйста. Так, друзья, задание 61. В ней даны четыре точки. Пишем координаты. Точка P. Какая? Точка P с координатами. 3 минус 4, 1. Дальше точка Q с координатами 5 минус 1, 4. Точка P с координатами 2 минус 5, 0. Дальше точка S с координатами 9 минус 6, 3. И говорится, найдите объем косоугольного параллелепипета с лебрами PQ, PR, PS. Давайте напишем вот это PQ, PR, PS. Так, теперь надо рисунок сделать. Давайте нарисуем точку. Точка будет P. Из этой точки выпустим три отрезка, точку PR, PS. Ну, они вот на картинке, конечно, они все лежат на доске, эти отрезки. Но мыслить надо так, как если бы они находились в пространстве. Так. И сделайте, знаете что, тот отрезок, который у вас вертикальный, пусть он будет слегка наклонен. Ну, это стоит. Да. Ну, и на концах отрезков поставки точки, это будут точки Q, R и S. Что у нас получилось на картинке, если считать, что эти три отрезка выходят из одной точки и не лежат в пространстве? Получился у нас угол, такой трехграммный. Можем ли мы теперь дополнить это до параллельника? Давайте сделаем так. Через точку U проведем отрезок параллельник P, S. И такой же длины. Так, чуть-чуть у вас вышел угол, параллельно кровненько. Вот так. И соединим с точкой S, конец этого отрезка, получится параллельно грамм. Так. Дальше, через точку U проведем отрезок параллельник P, R. Вот там где-то остановимся. И соединим это с точкой R. Ну, тут штриховку придется делать, да? Здесь. Дальше, из точки S проведем отрезок параллельник P, S. Да, так, так. Так, остановимся и конец соединим с точкой S. Дальше, через вот ту самую верхнюю точку, приведем отрезок параллельник P, S. Дальше. Да. Становимся и соединим вот конец и подрезок, да? Вот так наверх. Да. И еще вот одну линию осталось провести. Вот так вот. Да. Ну и видно, что получился что? Проведитель получился. Но он просто угольный, потому что его ребра не перпендикулярны. Вот так. Давайте мы на верхнюю верхнюю точку, которая из точки P выходит. Сюда можно дорисовать остальное. Так есть? Вот. Оказывается, есть формула для вычисления объема по сугольному графику через эти три вектора. Формула выглядит так. Напишите. Огнем. В. Размяется. Знак смешанного произведения. Это у нас круглая скобка. Гуглая скобка. Дальше. Пишем три вектора по очереди. Без разницы в таком порядке. P, например. P, P. Стрелку сверху ставим. Запятая. P, S. Запятая. P, S. Стрелка. Да. Скобку закрыли. И все это берем под знак модуля. Вот такая формула. Значит, объем посугольного проектипеда, построенного на трех векторах выходящих из одной точки, равняется модулю смешанного произведения этих трех веков. Почему так? Мы увидим, когда для этого материала найдем на лицо. Теперь нам надо просто посчитать. Ну, для посчитать надо сначала найти координаты электров P, Q, P, R, P, S. Это делается просто. От координат конца вектора, от координат координата начала, получаем координат самого вектора. П, Q, это будет… Нет, P, Q, это сверху стрелку поставьте. П, Q, сверху стрелка, равно поставьте. Тут вектор мы можем назначать не так. Это для точек координат пишет. Вот так. А для вектора мы можем писать в столбе с квадратными скобками. То есть квадратная скобка. В первой строчке пишем от X-овой координатной точки Q отнимаем X-овую координатной точки P. Так. Ну и такие же разницы напишите во всех позициях. Так. И квадратная скобка закроет. Так. И дальше пишем для всех остальных версий. Для P, F, 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 F. Так. П, F, 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 F. Вычислили. Вычислили, да. Вычислили. Вычислили. Ага. Следующий шаг — это надо посчитать вектор размешанных произведений. Для этого давайте вспомним формулу для смешанного произведения ОНВ, потому что в задаче по умолчанию предполагается, что базис ОНВ, причем прав. У кого есть лица, пожалуйста, откройте такой раздел — вычисление смешанного произведения по координатам ОНВ. И там тоже есть формула как индивидуи. А B C равняется? Да. Это кроминант? Да. А один на два, B один на два, X и X и X и X и X и X. Да. Вот эту форму вычислить, пожалуйста. Круглая шкобочка A за тебя, B за тебя, C равно прямая линейка терминанта. Прямая линейка. Прямая линейка. Края матрицы. Так, А один, А два, А три три и А один Два, А три или сиропский ерт. А 2… А 2-2… А2 и А1, А2, А見. А3. Это вот наши координаты векторов ПКУ. То есть вот эти? Да. 2, 3, 3, да. А, вот. В первой строчке 2, 3, 3. В второй строчке минус 1, минус 1, минус 3. В третьей строчке 6, минус 2, 2. Так. И закрыли вертикальную. Давайте там, где написано ПКУ, ПФС, впереди напишем А маленькая равно ПКУ, чтобы было понятно. Значит, это А маленькая у нас будет, это будет В маленькая. И это будет целая. Вот. Ну и все, что осталось делать, это посчитать вот такой отделитель, а потом взять от него модуль. Считать этот отделитель вручную не будем. У нас есть это средство вольфрам. Но задачу мы сделать все равно не успеем. Поэтому, знаете, что вы сделаете? В доске напишите, как вы будете забивать матрицу вольфрам? Ну, как? Ну, мы уже в прошлый раз делали. У вас не было в прошлый раз? Нет. Тогда пишем такую вещь. Значит, две квадратные скобки. Не там, а в отдельной строчке. Две квадратные скобки открывающие. Потом пишем через запятую элементы первой строки. То есть два, три, три через запятую. Так, квадратную скобку одну закрыли. Поставили запятую. Открыли еще раз. Это вторая строчка через запятую. Так, запятая. Открыли еще раз. Шесть, минус два, два. Закрыли одно, закрыли второе. Вот это матрицы. Ну, а дальше вольфрам надо сказать, что нам нужна не матрица, а это терминант. Поэтому все это берем в круглые скобки. Все вместе. И переединить пишем D. Если вы это сделаете, то сразу моментом получите решение, почему, наверное, терминанты не матрицы. Так, кто сделал это, скажите, я не могу сказать. Это тоже надо писать D. Да, вольфраме тоже надо писать и привык кодочку. Да. И групповые скобки тоже, да. Вольфрам не просто матрицы, которые висели, но надо где-то кем-то применять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается равно 20. Ну, раз 20 число положительное, значит, я остановлю ему все равно положить 20, и 20 – это какой-то объем. То есть, ответ будет объемность равна 20.